Мне очень приятно, что так много людей пришло и продемонстрировало свою заинтересованность в этом архитекторе, который меня лично интригует и завораживает уже на протяжении нескольких лет. Я аспирант второго курса на кафедре историотичного искусства в МГУ Неломоносовой. Я пишу диссертацию о том, оказал ли московский период Андрея Люрса какое-то влияние на развитие дальнейшей советской архитектуры и какое влияние это пребывание в Москве оказало на последующее творчество Андрея Люрса. Предварительно, в качестве пролога, я бы хотела сделать несколько замечаний. Одно из них касается названия лекции. Она заглавлена как след Андрея Люрса в Москве. Но я должна оговориться, что речь пойдет не только о физическом следе Андрея Люрса, то есть о тех двух постройках, которые существуют, которые были построены, которые можно увидеть, к сожалению, не посетить, но увидеть в Москве, но и о следе таком гипотетическом, который у меня сейчас в ходе работы на диссертации как-то вырисовывается, но это работа все еще в процессе. Именно тот след, который вот этот московский период оставил в умах советских архитекторов, которые бок о бок с Андрея Люрса, те три года, которые он жил в Москве, работали и наблюдали за трансформациями его собственного стиля. И второе мое замечание касается того, что речь пойдет о 30-х годах. Как я, наверное, напомню всем присутствующим, я думаю, что публика собралась из заинтересованных в архитектуре, в истории архитектуры, архитектуры людей. В это время в советской архитектуре происходил перелом, так называемый, от конструктивизма к таким неоклассическим стилизациям, эклектическому синтезированию художественных форм. Как мы знаем, посредством ряда известных постановлений ЦК партии была снята, опала на традиционные формы, на формы архитектуры прошлого, которые за время главенства конструктивизма утвердились как такой маркер идеологии чуждой новому социалистическому государству. Но вот в эти годы ситуация меняется. И нужно отметить, что в нынешней научной дискуссии мы активно, этот период активно дебатируется, мы обсуждаем, как относиться к этому искусству, как относиться к этому перелому, и не только к искусству, но и к этому времени, когда архитекторы должны были прислушаться к этой официальной риторике антиконструктивистской партии и выработать для себя новое направление социалистическое, так называемый социалистический стиль в архитектуре. Моя скромная задача состоит в том, как я себя ее определила вместе со своим научным руководителем, профессором Владимиром Валентиновичем Седовым, в том, чтобы проследить, какое значение имел французский импульс для вот этой трансформации и трансформации стиля. Надо сказать, что эта тема очень мало исследована, и про Андрея Люрса на русском языке не написано вообще ничего. Я написала свою магистрскую диссертацию, которую я защитила в 2016 году, и больше на русском языке я ничего не видела. Есть книги на французском языке, две, но все равно их немного. И в целом вот этот вопрос о взаимопересечениях и взаимовлияниях советской и французской традиции вот в эти 20-30-е годы обычно она исчерпывается рассмотрением одной известной фигуры, именно Ле Корбюзье. И вот мне кажется, что Андрей Люрса, все-таки который также работал на протяжении долгого времени в Москве, жил в Советском Союзе, не просто жил и работал, а приехал сюда со своей семьей, намеревался обосноваться здесь, сочувствовал идеологии вот этого нового строящегося государства, она как-то незаслуженно забыта, и незаслуженно о ней мало говорят. И поэтому я очень рада, что и благодарю вас всех, что вы пришли. Перед тем, как мы рассмотрим вот этот самый московский период или советский период, говоря советский период или досоветский период, я оговариваюсь, что это мои личные, просто рабочие какие-то названия, разделения творчества Люрса, потому что понятно, что французской историографии никто не выделяет таких вот досоветских, советских периодов. Ряд исследователей пишут о так называемой второй манере Люрса, начало которой они связывают именно с его работой в Советском Союзе. Но до приезда в Советский Союз Люрса строят вот такие виллы. Это не первые его самостоятельные работы, но работы, которые принесли ему большую известность, широкую популярность и работы, которые заставили относиться к нему, его собственных коллег, архитекторов, как к такому серьезному мастеру и критиков архитектурных, говорить о том, что это, в общем, архитектор, который может составить конкуренцию, Ле Корбюзье. Это постройки, в которых, как мы видим, архитектор отказывается от симметрии, отказывается от регулярной трактовки фасадов, то есть исходит из идеологии и принципов архитектуры функционализма. Мы видим, что он не забывает о функциональной кровле, тоже одной из важных составляющих новой архитектуры, модернистской архитектуры. Вот Вилли Гугенбюль, который вы видите, он также активно использует широкие полосы остекления, что приводит к такому взаимопроникновению внешнего и внутреннего пространства. И все вместе говорит это нам о том, что это архитектор, который принял для себя вот это направление модернистской архитектуры, примкнул к так называемым радикальным новаторам, как называют это, опять же, французские исследователи, поскольку они выделяют радикальных новаторов, которые группировались вокруг Корбюзье. И, как они называют это, новаторов-традиционалистов, которые группировались вокруг Агюста Пере. Вот это вилла Бамсель, которую я здесь привожу, самый оригинальный здесь элемент, который можно видеть, это вот этот полукруглый эркер, который, по всей вероятности, именно Люрса вообще ввел в лексикон модернистской архитектуры, который мы увидим еще позже в моей презентации, и который был наиболее такой притягательной деталью и завораживающей и для советских архитекторов. Это очень красивое само по себе решение. Из вот этой глади белой идеальности такой фасада как будто бы выплывает вот этот полукруглый эркер, который очень красиво обволакивается светом. И, на мой взгляд, очень поэтичную такую какую-то метафору самого рождения вообще образа может собой представлять. Вот в этой вилле Гугенбюль, которая была построена для швейцарского художника Вальтера Гугенбюля в Париже, самое примечательное и такое привлекательное, это, конечно, вот этот козырек над прямоугольным эркером, который тоже мы увидим в, на мой взгляд, отголосках в советской архитектуре. Как я сказала, ряд черт, которые присущи этим особнякам, они выдают мастера-модерниста, который ориентировался на школу Баухаус, на направление архитектуры Дестиль и, конечно, на Корбюзье. Корбюзье, который был главной фигурой французского модернизма, он оставался для Люрса одновременно и ориентиром, и соперником. В какой-то момент эти отношения действительно перерастут в соперничество. Тем не менее, вот эти сопоставления этих двух вилл, оно показывает, что Люрса, он вырабатывал свой собственный язык постепенно, но он не был полностью независим, он не был вот таким новатором, его архитектура не была в той степени новаторской, в какой была архитектура Корбюзье. Вот, например, вилла в Акресоне или Корбюзье, и мы в решении ее фасада, который я привожу, видим буквально практически все те элементы, которые Люрса воспроизведет в своей вилле Гугенбюль, но немного их сделает чуть более прихотливыми, чуть более изящно, придав чуть более изящное звучание всем этим элементам. Вот так он использует вот этот перфорированный элемент, но в вот этом козырьке, о котором я говорила, вот это как будто такая вдавленная внутрь фасада часть, она появится вот здесь, и из нее вырастет основа такая немножко угловатая вот этого козырька. Вот этот самый, опять же, козырек, такой невесомый, как кажется, также присутствовал и у Корбюзье, но у Люрса, на мой взгляд, это тоже такая скорее метафора постепенного развоплощения, развоплощения материала и тяжести бетона, как вот этот вот эркер, который постепенно теряет вес за счет такого остекления, и окончательно вот это развоплощение, парение, преодоление силы гравитации, оно в вот этом перфорированном легком козырьке представляется. Люрса также еще до своей поездки в СССР пошел в состав членов Конгресса современной архитектуры СИАМ, одним из главных деятелей которых был Корбюзье, которого вы видите здесь в центре. То есть это был архитектор, который к моменту, когда вот уже подходил этот советский его период, был одним из главных мастеров модернизма, признанных. В 30-е годы, в начале 30-х годов, Люрса, как известно, в конце 20-х, в начале 30-х годов до Франции докатывается экономический кризис, заказов становится сильно меньше, заказов на частные особняки практически исчезают. Очень многие архитекторы находятся в поиске, в поиске заказчика, который мог бы предоставить им поле для какой-то самореализации, воплощения своих идей. Таким заказчиком для Люрса становится муниципалитет городка Вильжуифа. Это городок на юге Парижа, в который сейчас можно добраться просто на метро парижском. Как видите, в начале 30-х годов, это был практически поселок, не было практически ничего. Были такие какие-то домишки сельские, были огороды. И был, кроме всего прочего, в этом городке муниципалитет, а главенствующие позиции, правящие позиции в этом муниципалитете занимали коммунисты. И, в частности, такой человек, Польва Ян Кутюрье, который был мэром Вильжуифа. И этот коммунистический муниципалитет заказывает Андрея Люрса здание школы. Эта школа возникает вот так вот, буквально на пустыре, среди вот этих сельских домиков и огородов, что было важно для коммунистов, как символ преобразования пространства, как символ какой-то новой жизни, как символ образа нового образовательного учреждения для детей-пролетариев. Поскольку дело в том, что это был такой рабочий посолок, трудовой посолок, где жили в основном рабочие и их семьи. Это поразительная совершенно какая-то архитектура, звенящий совершенно кристаллический вот этот объем, параллелепипед белоснежный, какой-то нерукотворный. Я покажу вам на других фотографиях, он буквально как будто бы парит в воздухе, безвестный. Это тот самый прорыв и тот самый какой-то шедевр для Люрса, который принесет ему в будущем уже мировую известность и очень широкий резонанс. Вот другие фотографии, опять же, этой школы я показываю. Сейчас это вполне оживленный город, там многоэтажные обычные дома. Вот здесь что примечательно? Примечательно вот это огромное, протяженное, два огромных протяженных горизонтальных окна. Мы знаем, что вот это горизонтальное остекление это один из тех принципов, за которые сражался Корбюзье, которые он всячески проповедовал. Но, тем не менее, вот такой вот длины этих горизонтальных окон до Люрса у Корбюзье нигде не встречается. Возникает такое предположение, ощущение, что как будто бы в этой постройке Люрса как бы начинает немножко стремиться превзойти, перещеголять как-то мастера, показать вот свою вот эту придумку и маэстрию техническую. Вот так, с другой стороны, выглядит этот комплекс. И то, что вот я вам уже говорила, это ощущение парения, того, что один этаж не опирается на другой, а он как будто бы парит над ним, да, за счет вот этого вот этого остекления. Еще одна из фотографий. Это поразительная вещь. Мне посчастливилось там побывать, несмотря на то, что это действующая школа, до сих пор лицей, в которой учатся дети. Но меня туда каким-то чудом, ни с того ни с сего заявившись, вдруг пустила дирекция этого музея. И несмотря на то, что я не позвонила, не предупредила, что шли уроки, что там гуляли дети во дворе, но мне вот позволили это сделать, я прогулялась. Единственное, что было на момент строительства, о чем Люрса сокрушался, приехав в Советский Союз, что по нормам законодательства и строительства этой школы, все-таки эта школа была разделена на школу для мальчиков и девочек. Сейчас там вот эта перегородка, которая есть на плане, вот она здесь, и на фотографиях того времени она видна, сейчас ее, конечно, нет. Здесь вот во дворе высажены деревья, которые, естественно, со сменой времен года тоже меняют какое-то свое состояние. Вот здесь вот в центральной части на первом этаже устроена столовая для детей, где брат Андре Люрса, Жан Люрса, такой известный тоже художник, изобразил композицию на тему времен года. Таким образом, вот этот процесс развития, становления какого-то личности в рамках образовательного процесса, он вписывается в какую-то космическую такую идею о смене времен года, и вот этот такой садик, он это тоже поддерживает. Тут даже был собственный небольшой огород, где дети могли выращивать какие-то культуры и проводить тоже какие-то занятия. Вот это, кстати, такая часть, где располагался детский сад. То есть буквально и для коммунистов тоже это было важно, что вот человек, он приходит вот в это заведение образовательное, общественное, где он учится основам и с самых ранних лет, да, с детского сада и до старшей школы. Эта школа принесла Андре Люрса, как я сказала, большую известность и широкий резонанс она имела. В 1933 году, именно после строительства этой школы, проект Люрса впервые экспонируется на Триенале в Милане, рядом с работами такого мэтра, как Агюст Пере. Это было, в общем, такое уже серьезное признание его заслуг и работ как архитектору. Этой же школе Люрса обязан первым приглашением в Советский Союз в 1933 году. Он получил приглашение от ВОКС, общество по контактам, всесоюзное общество по контактам с зарубежьим, чтобы приехать в Советский Союз, пообщаться с советскими архитекторами и осмотреть ту архитектуру, те памятники, которые уже были созданы, которые создавались в тот момент в Советском Союзе. Этому этой поездке предшествовал ряд публикаций. Люрса советские архитекторы знали с конца 20-х годов. Его проекты помещали в своем журнале «Современная архитектура конструктивисты». Они знали виллу Бомселя, о которой мы уже говорили, и здесь даны ее и уличный фасад, и парковый фасад. Они знали комплекс домов под названием «Вилла Сюра». Это первый самостоятельный проект Люрса, который он как самостоятельный архитектор исполнил. Они знали ряд проектов, в которых Люрса размышлял о способе размещения, о социальном жилье. Вот такие дома в поселке Вильнёв-Сент-Жорж. И знали также одну из первых вилл, исполненных под сильным влиянием Адольфа Лоса, виллу Вабон, и виллу Версали, еще одну, в которой, вероятно, отразилось его увлечение, его дружба с архитектором движения «Де стиль». Наконец, перед самым приездом Люрса в Советский Союз, в Москву, в журнале «Архитектура СССР» была опубликована очень подробно, несмотря на то, что это было уже время, когда конструктивизм официально осуждался, когда говорили о бедности его художественного языка. Тем не менее, вот этот проект «Школа», о которой я говорила, он был опубликован. Опубликован таким человеком, Леоном Муссенаком, французским киноведом и исследователем, журналистом, который жил в Москве, писал для журнала «Журналь де Москву», и для архитектуры СССР он вот такую статью о Люрса написал. Это было время, как я сказала, уже немножко в начале лекции, когда из статьи в статью, из журнала в журнал, кочевал вот этот лозунг «осмыслить, переосмыслить, критически переосмыслить наследие архитектуры прошлого и перенять удачные стороны архитектуры буржуазных стран». И в этом контексте, конечно, приобретает новое звучание вот это пребывание Люрса в Москве, что могло считаться вот этими нужными, важными аспектами архитектуры буржуазных стран, которые официальная риторика была готова принять или перенять. Да, что интересно, что Мусинак в этой статье пишет, что и акцентирует свое внимание на том, что Люрса не является пуританином модернизмом, как он выражается. Люрса понимает технические, педагогические нужды общеобразовательного учреждения. Люрса допускает в решении своих построек и живопись, и рельеф, и скульптуру. Все это как-то наводит на мысль о том, что была какая-то такая интенция и стремление противопоставить Люрса Карбюзье, и вроде как его представить таким дружественным Советскому Союзу архитектором во времена обличения полного карбюзианства. Как-то нужно было выходить из этого положения. Да, помимо вот этих публикаций, о которых я упомянула, есть такое пока что не очень основательное предположение, что некоторые найденные Люрса находки, какие-то его формы художественные, которые он использовал, еще до его приезда какими-то отголосками зазвучали в советской архитектуре. Есть такие косвенные доказательства, потому что все-таки, что это вилла Бамсель, она как-то запала в души художникам и, возможно, архитекторам. Ну и вот у меня есть в одном из докладов, я вот об этой ассоциации говорила, вот этот полукруглый эркер на торцовом фасаде дома Наркомфина, который, возможно, как-то перекликается и, к минимуму, похож на то, что предлагает Люрса. Другое дело, конечно, что у Люрса это такое интимное пространство, которое выделяется из какой-то спальни, вероятно, или мастерской, может быть, художника, как это было в Вилле Гугенбюль. У Гинсбурга это получает вот такое новое измерение, какое-то более, становится это в большем размерах и становится вот этим общественным пространством, продуваемым ветром, да, уже не таким камерным, интимным пространством вот этой виллы. Да, ну вот это самое косвенное доказательство, о котором я говорила и которое я с удивлением обнаружила, недавно листая, ну, как недавно, в прошлом году, перед тем, как готовила доклад про тему связей Люрса и советского конструктивизма. Вот это единственное место, где я это изображение увидела в журнале архитектуры СССР за 1935 год в втором номере. Здесь вы можете увидеть такое здание, которое художник Бруни, Лев Бруни, изобразил на своей фреске музей охраны материнства и младенчества. И мне кажется, что практически никаких сомнений нет, что это воспроизведение вот этой самой виллы Бамсель, которую, как я напомню, была опубликована в журнале современной архитектуры и была известна советским архитекторам и художникам, и как какое-то она впечатление произвела. Неясно, откуда он это взял, я пока что еще не нашла никакой информации подробной более про это, и неясно, что значило вообще в художественной среде того времени знание вот этих французских образцов, что оно могло символизировать, о чем оно могло говорить со зрителем. Но, тем не менее, вот она есть, и я считаю, нужно про это говорить тоже. Другая моя аналогия – это вот фабрика кухни Выборгского района в Петербурге, которая, как мне кажется, тоже имеет определенный, в определенном смысле композиция, которая имеет перекличку вот с этой виллы, о которой я говорила, Гугенбюль в Париже, и вот этим самым ее впечатляющим акцентом, вот этим козырьком. Снова нужно говорить о том, что в советской архитектуре это приобретает другие формы, это приобретает какую-то большую массивность, нет вот этой перфорированности, которая придавала эту легкость, эффект парения вот этому козырьку. Но, тем не менее, вот этот эффект такого обращения, взгляда куда-то ввысь, как будто бы взгляда, да, куда-то в небо, она присутствует. Ну, ни на чем не настаивая, я как-то пока что на стадии исследования этой темы считаю, что какие-то переклички, какой-то разговор, диалог у советских архитекторов с Люрса мог быть и наблюдался. Ну, вот еще есть такой проект станции на магистрале Москва-Донбасс Моисея Гисбурга, который не был осуществлен, но, опять же, вот в журнале архитектуры СССР был опубликован. И вот этот садовый фасад виллы Бомселя, о котором мы говорили с этим полукруглым меркером, в нем вот это тоже изящное решение террасы с такой какой-то вырезанной диагональю лестницы, которая выпадает из вот этой полукруглой террасы, поднятой на одном столбе. Она, на мой взгляд, тоже перекликается с вот этой задумкой Гинсбурга, где подъем становится более крутым, сами архитектурные объемы более собираются, становятся такими более компактными. Но, тем не менее, вот эта композиция, она, мне кажется, похожа. Да, ну и вот, наконец, в Люрса прибывает Советский Союз. Вот одна из фотографий, которые это как-то документируют. Люрса в окружении советских архитекторов. Он в первый свой приезд, он, секунду, я просто хочу найти цитату, что Люрса сказал о той советской архитектуре, которую он видел, когда приехал весной, весной 1934 года в Советский Союз. Он посетил ряд мастерских, посетил мастерскую Алексея Ищусьева, посетил мастерскую Моисея Гинсбурга, показывал свои планы, в частности, школы в Вильжуифе. Но о том переломе, о том переходном этапе, который наблюдал в советской архитектуре, он заметил, что это витиеватый, перенасыщенный стиль, триумф эклектического формализма, перечеркивающего все возможности для рационального разрешения пространственной проблемы. Тем не менее, уезжая после вот этой своей ознакомительной поездки, Люрса взял заказ проекта дома для работников подстанции Московского метрополитена, который должен был примыкать вплотную к подстанции Московского метрополитена, которая сегодня на Большой Никитской находится, архитектора Даниила Фридмана. С этим заказом он уехал в Париж, и в августе 1934 года он вернулся в Москву, чтобы работать и обосноваться. Через недолго к нему приехала его жена и его двое детей. То есть они были намерены уже основательно в Москве обжиться. Вот этого дома для работников подстанции Люрса создала несколько проектов. Первые проекты были созданы в Париже, и они были более функционалистскими, не шло речи ни о каких портиках, ни облицовке камнем. Это были довольно лаконичные блоки, похожие на то, что он предлагал для Вильнюс-Сен-Жорж, штукатуренные белой штукатуркой. Но, приехав в Советский Союз, он поступил на работу в 5-ю архитектурную мастерскую Моссовета под началом Даниила Фридмана, собственно, архитектора той самой подстанции. И через какое-то время он значительно переработал свой проект. И, на мой взгляд, именно с этого времени можно вести отчет той самой второй манеры, второй манеры Люрса. Это уже совершенно не похоже на то, что он делал как архитектор, убежденный модернист. Появляется вот такое здание, в котором неожиданно такие высотные акценты появляются, появляется портик, у которого вот эти столбы, они приобрели очертания, ну, если это описывать, то в сечении прямоугольника с вогнутыми вот этими сторонами, что наводит нас на мысль о каннелюре, да, и обращении вообще к архитектуре прошлого, к той самой, о которой говорилось в советской периодике того времени, изучению наследия, наследия прошлого и традиции. Появились рамки вокруг обрамляющие, обрамляющие все оконные проемы, появилась облицовка, облицовка камнем. От, собственно, модернистского креда того и тех построек, которые мы видели в французский период, остались только вот эти окна горизонтальные на нижних этажах. Ну, вот эти подъезды, они тоже имеют там ряд аналогий с архитектурой Корбюзье, и все. Таким, так ответил Люрса, вот на тот вызов, который был ему брошен и в той ситуации, когда, вероятно, пересекаясь, работая, общаясь с советскими архитекторами, он слышал и воспринимал вот эти идеи о бедности, о бедности выразительных средств, функционализма и конструктивизма, о том, что вот официально это направление осуждается, о том, что оно чуждо, чуждо этому государству. Этот проект был принят, но строительство так и не началось, я не знаю, по каким причинам, пока что, нет, неизвестно, не удалось найти, он не был построен. Через некоторое время, осенью 34-го года, объявляется конкурс на комплекс зданий Академии наук, который переезжал в это время из Ленинграда в Москву. И Люрса предлагает свой, это был единственный иностранный архитектор, который участвовал в этом конкурсе, как это вышло, тоже не очень понятно, по моим данным, Фридман должен был предложить свой проект, но он передал почему-то вот эту задачу Люрса, и он предложил вот такую архитектуру, где комплекс зданий Академии наук располагался относительно одной оси, то есть вот эту симметричность мы уже видели в здании только что, вот в этом жилом доме подстанции Московского метрополитена. Здесь вот этот комплекс, он также организуется относительно одной оси, которая была подчеркнута еще и целым каскадом фонтанов, которые вы здесь видите, и которые спускались к Москве реке, и у подножия вот этого каскада открывался вот такой эффектный вид на вот эту воздушную, такую какую-то летящую архитектуру, архитектуру этого здания, Президиума, в частности, Президиум Академии наук. Помимо вот этого общего плана, известного, общего рисунка этих зданий, известны также проекты библиотеки и физико-математические ассоциации. Что здесь можно сказать, что, ну, вы видите, что в целом композиция остается такой лаконичной, геометрической. Можно вспомнить о даже вот этом комплексе Вильжиффе, возможно, каких-то возможных реминесценциях Праунов или архитектонов Малевича. Тем не менее, Люрса здесь прибавляет портик, опять же, и вот эти фигуры, вероятно, намыслителей, ученых, которые, возможно, в той атмосфере служили таким пропуском на конкурс и демонстрацией того, что вот все-таки он учитывает критику, которая в советской прессе, литературе и кругах архитектурных присутствует. Да, ну, собственно, это такая архитектура, которая в ряде случаев, как вот эти портики или фигуры скульптурные, она стремится как-то подключить все-таки традицию и вот архитектуру прошлого, а в ряде случаев она оказывается в диалоге с, например, вот эти вот полотна буквально остекления, они заставляют подумать о остеклении Центра Союза Корбюзье, которое в это время достраивается уже под осуждающие возгласы и обличается вот это самое корбюзианство. Вот эти вот кусочки переходов части, они соотносятся вероятно как-то с стеклянным домом Пьера Шаро, одним из таких вот важных тоже памятников французской архитектуры. При всем этом этот проект в архитектурной критике того времени все же кажется слишком модернистским и архитектурные критики описывают его и вменяют Люрса то, что он старается, но все же еще не сумел полностью проникнуться и понять все-таки в какую же сторону движется советская архитектура. В частности, вот это самое остекление, о котором я говорила, обширное, вменяется ему в вину и всячески за это этот проект осуждается. Люрса подключил все свои связи, которые у него были в Москве, чтобы проект состоялся, чтобы он был утвержден, чтобы началось строительство. Это был вот этот человек Леон Мусинак, журналист, исследователь. был еще ряд французских коммунистов, которые в этот момент в Москве жили, которые писали статьи, противопоставляя советской критике этого проекта, но ничего не удалось и проект этот был отклонен, победу одержал Алексей Щусев. Но тем не менее в том же 1934 году открывается большая выставка Андрея Люрса Музея современного искусства Запада, где представлены его главнейшие работы, основные его планы и фотографии, чертежи его построек. На открытии этой выставки Люрса говорит, что он надеется, что он обрел наконец понимание того, куда движется советская архитектура, что он надеется через посредство обращения к традиции и обогащая свою архитектуру исследованием архитектуры прошлого, все-таки внести свой вклад в развитие советской архитектуры, как бы пытаясь показать, что он слышит эту критику, что он готов дальше еще свой стиль трансформировать, предлагать еще другие варианты. На этом же открытии выставки Люрса упоминает школу Вильжуиффе как одно из своих главнейших достижений. Он говорит о том, что работая над этой школой, он стремился создать новую среду, новый образ будущего, светлого будущего для детей пролетариев, где будет равенство прав и обязанностей, где будет новый светлый мир, и что он надеется все эти свои находки и мысли воплотить в дальнейшей работе в Советском Союзе. И новым его заказом как раз оказывается школа. Это первый памятник, который действительно был построен, который сейчас существует в Москве. Это школа, которая располагается по адресу 1-й улице Машиностроения в районе метро Дубровка. На тот момент эти территории только начинали осваиваться. Там неподалеку был построен шарикоподшипниковый завод имени Кагановича, и вокруг него стал формироваться вот такой рабочий поселок. Таким образом Люрса работал в уже знакомых ему условиях. Казалось бы, ему снова нужно было создать общеобразовательный центр для рабочего поселка и представить образ учения для детей пролетариев. Люрса предлагает такой проект, работая в той же пятой архитектурной мастерской под началом Данила Фридмана. Проект, в котором, если мы посмотрим на план, то заметно, к сожалению, что в таком плохом качестве, другом у меня нет его, в котором он опирается действительно на свой опыт строительства школы в Вильжуифе. Мы снова видим этот протяженный протяженный план, в который врезан перпендикулярно вот этот врезан лестничный блок, который выходит на красную линию улицы. Вместе с тем заметно, что декор, вот эта разделка фасада декоративная, она начинает занимать все больше и больше места в архитектуре Люрса. Плоскость перестает быть ценностью, наоборот, плоскость фасада, наоборот, она становится местом для декоративных вот таких упражнений, когда там каждое окно обведено вот такой вот рамкой, потом еще каждые три окна обведены рамкой, между ними также образуются такие тяги. Над лестничным блоком Люрса устраивает такое подобие какой-то бельведера, наверное, с таким вот щитом, где располагалась скульптура, и скульптура также располагалась между окон вот этих сдвоенных этого лестничного блока, и от него отходят вот такие два тоже подобия портиков. Этот проект был осуществлен со значительными трансформациями, и многие идеи Люрса не были учтены, когда он, насколько я знаю, он должен был уехать ненадолго в Париж, и вернувшись, он обнаружил вот это здание, которое мало соответствовало тому, что он задумал, оно приобрело тяжеловесность, оно таким каким-то, такой какой-то широкой ступней встало вот на этот, на этом участке, исчезли все вот эти декоративные его задумки, почему-то добавились вот эти круглые окна, и получилось, оно получилось вот таким. Надо сказать, что, несмотря на то, что его построили в критике, опять же, этот проект не угодил советским критикам, и тут уже нужно разговор вводить такое угрожающее для находящегося в тот момент иностранца в Советском Союзе русла, поскольку обвинили Люрса в том, что, значит, кирпич это дефицитный материал, а он вот такое протяженное здание планирует, и вот что же он такое замыслил, но, тем не менее, интересная там была такая фраза, пишет критик Аранович, что проект пятой архитектурной мастерской впечатляет общей культурностью, чтобы не имел в виду под этим критик, вот, но она существует и есть, сейчас, к сожалению, в нее невозможно попасть, вот так она выглядит сегодня, дело в том, что это больше не школа, а это она поделена на половину, это можно увидеть, можно на станции метро Дубровка, это недалеко, она поделена между каким-то предприятием, который, не знаю, секретный, меня, в общем, туда не пустили, но сказали, что они знают, что построила Талерса, это охранник такой серьезного вида, который со мной особенно не стал разговаривать, здесь вот там какой-то магазин одежды, и с другой стороны там спортивная школа, куда я попала ненадолго, потому что были какие-то выборы, и меня туда, поскольку всех пускали на избирательный участок, и мне тоже удалось пройти. К сожалению, как-то основательно исследовать этот памятник и изнутри тоже, чтобы посмотреть, осталось ли там что-то от интерьеров, может быть, я, конечно, в этом очень сомневаюсь, было бы интересно, но сейчас мне не представляется возможным. и опять вот, что я заметила, пока я стояла и разговаривала с охранником, вот в этом лестничном блоке, там туда вставили лифтовую шахту, то есть, наверное, там уже мало, что можно заметить от того, что когда-то было. Да, кроме того, Лерса предлагает вот такой проект административного здания мясного комбината, и тут я бы говорила о том, что отчасти вот эта композиция может быть, как-то соотносится с тем, что предлагает Агюст Пере, в частности, в своем в своем проекте Мобилье Националь в Париже, но у него вот это, у Пере, вот эта колоннада, они таких изящных, округлых форм, выступающих немножко навстречу, навстречу посетителю Лерса вот предлагает такой же, такой вариант, в котором представляется, представляется трудным вообще проникнуть сквозь эту, сквозь эту преграду, хотя вроде как это такое подобие колоннады, да, что нужно сказать еще, что кажется, что вот это такое мерное нарастание объем, мерное нарастание архитектурных художественных форм ввысь, вот это обилие вертикальных акцентов, подчеркнутыми лопатками, вытянутыми окнами, оно вроде бы как попадает в созвучие какой-то с той архитектурой, которая была как бы санкционирована решением партии по конкурсу на дворец Советов. Но с другой стороны, мне кажется, что здесь тоже не обошлось без заглядки на пире и на собственный какой-то французский архитектурный бэкграунд. Ну, какой-то драматичности придает этой композиции вот эта асимметрия с фонтаном и башней, то есть такое тоже опять развоплощение материи, вот эта эфемерная субстанция, которая асимметричная башня появляется вдруг с другой стороны. В каждом из этих проектов что-то интересное, глубокое, я глубоко убеждена, можно найти. Да, ну и последний проект, который Лерса предлагает для Советского Союза, связан с переменами и в его статусе. В 35-м году он становится во главе архитектурной мастерской при Народном комиссариате здравоохранения. Лерса этим очень гордился, писал своим друзьям и в Москве, французам и во Франции, что вот у него в подчинении теперь очень много человек, перед ним стоят огромные задачи, что вот он работает над крупным проектом. Этим крупным проектом был комплекс зданий для второго медицинского института. Планировался целый блок медицинских корпусов, расположенных по трем осям, соответственно, параллельно друг к другу на вот этом участке. Но выполнен, построен был только один корпус, вот этот, он на плане вот здесь, и вот его собственно план и чертеж фасада. Это был когда-то детский по плану детский инфекционный госпиталь. Значит, вот так он выглядит сейчас, вот этот кусочек, который виден, и это крупицы, которые я могу показывать, крупицы того, что вообще доступно про это здание. И вот этот макет, который я где-то нашла и в таком качестве только имею. Дело в том, что это сейчас главный клинический госпиталь МВД России на улице народного ополчения, и туда практически невозможно попасть, чтобы посмотреть, потому что это режимные объекты. Мне посчастливилось благодаря неравнодушным к судьбе моей диссертации людям туда попасть, но мне запретили показывать, публиковать все, что я там отфотографировала, что ужасно обидно, потому что памятник не опубликованный. Вот. То есть это прям целая такая действительно история. Что можно про это сказать? Это архитектура тоже в своем роде интересная, красивая, изящная. Да, сейчас я посмотрю, если у меня больше нет. этот госпиталь тоже в значительной степени перестроен и переработан. Нет входной группы вот этой. Сейчас там построен просто многоэтажный какой-то еще один корпус этих больниц. И надстроен еще один этаж над ним, который в определенной степени исказил изначальный замысел Люрса. И достраивался он уже, когда Люрса уехал, уехал Советского Союза в 1937 году. Ну, вот эти вот боковые боковые части, они по-своему тоже изящные и красивые. Мне вот очень понравилось и я как-то оценила то, как эти фасады по краям начинают сужаться и переходить вот это отчасти нежное или красивое закругление, завершение вот этих частей. Непонятно, я должна оговориться, что непонятно, вот эти балконы, например, остаются спорным вопросом. До сих пор не ясно все-таки, что советские архитекторы, которые достраивали этот госпиталь, привнесли в этот проект, а что там осталось от замысла самого люрса. Есть свидетельство Жану Луи Коэна, которое мне пока что не удалось проверить, что люрса вроде бы как в 57-м году увидел этот госпиталь и не признал в нем снова своего замысла и отказался от того, что он в таком виде его задумывал. Но я не знаю у меня лично, я просто не знаю, был ли действительно люрса в Советском Союзе, откуда вообще это Коэн взял. Да, ну и в самом плане, что интересно, помимо всего прочего, отметить, что этот госпиталь, он напоминает два этих госпиталь, один из которых был построен, напоминает самолет, что возможно свидетельствует об определенном диалоге люрса с дискуссиями о жилкомбинате, которые в тот момент в Советском Союзе велись и с некоторыми проектами братьев Весниных. Да, что нужно сказать, завершая вот этот разговор, что в 1937 году люрса покидает Советский Союз при невыясненных обстоятельствах, оставляя здесь очень много своих чертежей, которые хранятся сейчас в архивах музея Щусева и часть в Пушкинском музее. Вероятно, что это был иностранец, который занимал значительный пост в государственном учреждении, в Народном комиссариате здравоохранения. Исаака Бабеля, который был близким другом люрса, через определенное время расстреляют за шпионаж в пользу Франции. И в этот момент мы подходим к самой щемящей трагической части моих исследований, которая связана с тем, что просто-напросто иностранцу, который такой пост занимал, скорее всего, в конце 30-х годов в этой атмосфере сгущающихся туч было уже просто небезопасно находиться в Советском Союзе. и он в спешке покидает, возвращается во Францию. Я бы хотела сказать еще пару слов о том, как мы можем реагировать на вот эту вспышку и на вот это короткое пребывание знаменитого именитого французского метра в Советском Союзе и о том, что это может нам дать для рассуждения о том методе, который, при помощи которого работали с традицией архитекторы 30-е годы вот в этой атмосфере выработки какого-то нового социалистического стиля архитектуры. Смотрели ли они на Андрея Лурса и на те проекты, которые он предложил для Москвы? Был ли он для них каким-то ориентиром? Я думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать в сопоставлении его собственно проектов с такими памятниками, как например, жилой дом на Велозаводской архитектора Милиниса. вот эти скелетные скелетные воздушные части в этой арке можно, мне кажется, споставлять с теми решениями, которые Лурса предлагает или с этими подобиями геометризированными. и вот эти отрезки, части фасадов, они также, мне кажется, красноречивы в определенном отношении. Или речь уже не о Москве, а вот, например, о таком санатории, построенном под руководством Моисея Гинзбурга, который, на мой взгляд, тоже мог вполне смотреть на вот эти проекты и как-то ориентироваться на них, думая о том, как же все-таки быть с конструктивизмом, когда он, вроде бы, как отвергнут, но вроде бы, как и не совсем, но вроде бы, как и у буржуазных стран тоже сильные стороны нужно перенять. Мне кажется, такие сопоставления не могут делаться. Вот еще другие постройки, тоже санатория. И тут для просто сопоставления самой композиции вот этих нескольких архитектурных объемов, нанизываемых на одну ось, я тоже привожу. Ну, или вот такой жилой дом. Здесь я бы говорила о вот этом вот этой декоративной специфической разделке фасадов, которые Лерса предлагала для дома работников подстанции метрополитена и для вот этой школы, которая в итоге не случилась в таком виде. Но, тем не менее, вероятно, это никак, это как-то как-то все-таки отразилось на искании дальнейших советских архитекторов. Я бы в конце, у меня есть еще один слайд, который я покажу просто в качестве какого-то эпилога. в конце я бы хотела, мне нравится цитировать один эпизод из рассказа Экзюпери, который был в Москве в 35-м году и встретился с одной пожилой француженкой, которая была гувернанткой, как Экзюпери пишет, при юных девицах прошлых времен. И, значит, мадам Ксавье, дело в том, что она была однажды по ошибке арестована и допрошена. Но, дальше я цитирую, председатель, утомленный бессонной ночью, проверил ее документы. И этот человек, от которого неумолимо раздвигалась дорога к жизни и к смерти, этот человек робко спросил ее, почесывая ухом, у меня дочке 20 лет, мадемуазель, вы не согласитесь давать ей уроки? И мне кажется, что вот этот короткий эпизод, он может говорить о том, что вот это формирование вкусовых предпочтений и собственного образа новых элит, оно происходило с оглядкой на то, что представляло себя высший свет прошлой эпохи, ушедшей эпохи. И в этом смысле, конечно, французское влияние, французский импульс, он не может оставаться незамеченным и не может быть оставлен без внимательного исследования. Ну и вот в конце я хочу просто показать, я видела не все вещи, которые Лурса построил после возвращения в Советский Союз, но я знаю, что, в смысле, я не видела не все вживую, я видела в публикациях, в книгах, но совершенно очевидно, что вот этот советский опыт, он оставил отпечаток на его творческой манере и до конца своих дней он строил именно так, как его научили, не знаю, или он приобрел что-то в период этого своего пребывания в Советском Союзе. Ну вот это просто здание, которое мне буквально бросилось в глаза, когда я гуляла по Сен-Дени позапрошлой осенью, поскольку оно прямо откровенно демонстрирует какие-то отголоски вот тех самых проектов, которые Люрса для Москвы предлагал. Спасибо большое за внимание. Если у вас какие-то есть вопросы, я вам отвечу. Спасибо.